Наш Бог святый, наш Бог святый, наш Бог всемогущий, Аллилуйя, воздай Ему великую славу, Он достоин принять всю славу, не скупись аплодировать, не скупись восклицать перед Ним, Он достоин принять всю славу и честь, Только Ему принадлежит вся слава, только Ему принадлежит вся честь, потому что твоя жизнь в Его руке, Аллилуйя, присаживайтесь дорогие, огромное спасибо Левиты за открытые небеса, спасибо музыканты за то, что вы так близко притянули Бога на это место, действительно Дом Божий это место, на котором пребывает Бог, Амин. Я буквально хочу, чтобы вы взяли пожертвование, возьмите вашу жертву, я хочу несколько мест, буквально 2-3 места, наверное, прочитаю, чтобы немножко поднять ваш дух, чтобы немножко поднять ваше достоинство, чтобы сказать то, что мыслит о вас Бог. Смотрите, первое место, это 5 глава Евангелия от Матфея, 12-13 стих написано, Вы соль земли, вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую, она уже ни к чему не годна, разве выбросить ее вон на попрание людям, вы соль земли. Я хочу, чтобы сегодня вы не сказали, вы соль земли, я хочу, чтобы каждый из вас сказал, я соль земли, я соль земли. Бог, помоги мне не потерять соль, не потерять силу соли, амин. Потому что если я потеряю эту силу, то я только буду, как бы, разве что выбросить меня на попрание людям, на мусор выбросить. Но когда я в силе, когда я имею эту силу соли, я могу осолять вокруг меня, я могу, как бы, содержать в твердости тех, кто рядом со мной. Потому что соль, она предохраняет от разлагания. И вот смотрите, второе место, второе место, это бытие. Вы взяли жертву, да? Точно? Хорошо. Хорошо. Так. Бытие. Помните вот это место, где, где Бог пришел к Аврааму и Он говорил о Содоме и Гаморе? Я просто почему хочу сказать о вашем достоинстве, о том, как Бог ценит каждого из вас. Бог говорит, что ты соль земли. И вот, когда Бог пришел к Аврааму и говорит, утаю ли я от друга моего Авраама то, что хочу сделать Содомом и Гаморрой? И когда он рассказал Аврааму о том, что он хочет уничтожить этот город, Авраам задал вопрос Богу. Бог, может быть, там будет 50 праведников? Бог говорит, не уничтожу города. Авраам говорит, Бог, я еще один вопрос задам. А если 40 праведников, я не уничтожу города. А если 30 праведников, я не уничтожу города. А если 20 праведников, я не уничтожу города, отвечает Бог. И последний вопрос будет, Бог, я еще осмелюсь задать тебе вопрос. А если 10 праведников будет, Бог сказал, я пощажу этот город и ушел. Понимаете, Бог насколько ценит каждого из нас. Если 10 праведников найдутся в этом городе, Бог говорит, что Он защитит этот город. Бог говорит, что Он не уничтожит город. Ты соль земли, ты праведник этого города. И Бог хочет, чтобы ты этот город содержал в правде. Ты уверен в себе? А почему вы молчите? Не уверен, что я соль, да? Помните, мы пели песню, я праведник, я смел, как лев, я не отдам добычу мою. Или мы только это поем, а на самом деле не чувствуем это. Я хотел бы, чтобы мы не только говорили, но чтобы мы даже чувствовали, что мы действительно такие, что мы праведники, что мы смелы, как львы. Что мы не отдадим добычу свою, что мы защитим этот город. Что мы уничтожим всякий грех в этом городе. Что мы уничтожим всякое проклятие в этом городе. Потому что Бог ставит на тебя ставку. Он говорит, ты соль земли. И ты предохранишь этот город от разложения. Ты предохранишь этот город от проклятия. И вот смотрите, почему я сказал, чтобы вы взялись в жертву. Иаков, он шел по пустыне. И когда настала ночь, написано, что он взял камень, положил у изголовья и уснул. И увидел сон. Он увидел сон, что ангелы сходят с неба и восходят. И когда он проснулся, он говорит, и убоялся. И сказал, как страшно сие место. Это не иное что, как дом Божий. Это врата небесные. Дорогие, мы так прекрасно знаем, что церковь – это есть дом Божий. Правда? Но мы так несерьезно иногда относимся к этому. Иаков, когда увидел, что над домом Божьим, там, где он был, ангелы сходят и восходят. И он говорит, как страшно сие место. Это не что иное, как дом Божий. Это врата неба. Вы понимаете, что Бог приходит здесь, на это место, чтобы встретиться с тобой и со мной. Каждое служение, каждое назначенное время, он приходит, чтобы прикоснуться к твоему сердцу. Чтобы прикоснуться к твоему разуму. И вот я наблюдаю за Иаковом. Написано, он когда встал, взял тот камень, положил его как памятником и возлил на него елей. Ты скажешь, да у меня такая пустыня, у меня нет ни копейки. А Иаков шел по пустыне, и в него нашелся елей. В этой пустыне он встретился с Богом. Поэтому всякий раз, когда ты идешь в дом Божий, у тебя должна быть жертва. Почему я сказал, что в самом начале, возьми жертву. Пусть она будет в твоей руке, эта жертва. Потому что, когда Бог прикоснется к тебе, к твоему сердцу, ты должен быть готов возлить этот елей на этот памятник. И он сказал, когда я возвращусь в мире. Вот смотрите, я прочитаю это место. И возлил елей наверх его, и нарек Иаков имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обед, сказав, если Господь Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Мы готовы иногда сказать вот такие пророческие слова, как Иаков. Мы должны быть готовы всегда встретиться с Богом. Мы должны быть готовы прикоснуться к Нему, как Иаков. Он увидел, что Бог на том месте. Он говорит, я, Бог, обещаю тебе, что когда ты сохранишь меня. Он не сказал, когда ты дашь мне стадо овец, волов или еще чего-нибудь, но говорит, когда ты дашь мне хлеб, пищу и одежду. Всего лишь хлеб, пищу и одежду. И я в мире возвращусь в дом Отца, то вот это место будет домом Божьим. И написано, и возлил он елей на этот камень. Вот эта жертва, которую ты сегодня возьмешь, пусть она будет как елеем в твою жизнь. В то, что Бог сохранит тебя от всякого зла. В то, что Бог даст тебе хлеб, пищу. В то, что Бог даст тебе одежду. И ты будешь в целости и в сохранности. Аминь. Возьмите вашу жертву. Оскар, пожалуйста, пусти ведра. Пусти жертвенники. И пусть как елей жертва возливается на эти жертвенники. Осознавая то, что ты жертвуешь, пусть эта жертва будет как елей на этот камень. На твою жизнь, на пророческую жизнь, которую ты хочешь, чтобы она исполнилась в дальнейшем. Все, что ты желаешь, изливай. Вот в этот момент, когда ты даешь деньги, на жертвенник ложишь, возливаешь этот елей, ты молись перед Богом. Скажи, Бог, я хочу, чтобы все это исполнилось. Я хочу, чтобы хлеб на моем столе, он не прекращался. Я хочу, чтобы одежда моя, она была всегда при мне. Я хочу, чтобы благословение твое, оно наполняло мой дом, наполняло мою судьбу. И Бог услышит. Бог услышит эту молитву. Я верю, потому что Иакова он услышал. Иакова потом устроил дом Божий на том месте, где был этот камень. Аллилуйя! Этот камень стал горою и наполнит землю всю. Аллилуйя! А веселее можно. Когда жертвуете, никогда не грустите. Когда жертвуете, радуйтесь. Одно место говорит, что всякий раз, когда ты даешь жертву, веселись, пусть, пусть, даже смотри, око пусть твое будет веселым. Потому что улыбка на лице может быть, но око может быть грустным. А Библия говорит, пусть око твое будет оно веселым. Написано, с веселым оком приноси жертву. Не с веселым лицом даже, а с веселым оком. Потому что око – это сердце твое. Да, да, да. Улыбку, как на Украине говорят, невымушенную улыбку можешь сделать. А вот веселое сердце не можешь сделать. Поэтому пусть будет око твое веселое при всяком даре, при всякой жертве. Потому что Бог услышит молитвы наши. Нужды есть? Аллилуйя! Став на жертвенник. Церковь, прострите руки. И молитесь на этот жертвенник. И скажите, Бог, там моя жертва. Бог мой, пусть моя молитва будет услышана Тобой. Я прошу Тебя, Господь. Пусть жертва народа Твоего, она будет перед очами Твоими. Пусть жертва народа Твоего, она будет перед Тобой всегда, Господь. Мы молимся Тебе. Мы стучимся в небо. Мы хотим, чтобы прекратилась всякая депрессия в Латвии. Мы хотим, чтобы прекратились всякие экономические репрессии в Латвии. Но мы хотим, чтобы пришла победа от имени Иисуса Христа Пусть окна небесные будут открыты над Латвией Я прошу Тебя, Господь, благослови народ Твой Народ Твой, который взывает к Тебе день и ночь Благослови народ Твой, который приносит жертву Тебе Каждое служение, Господь, посмотри на эту жертву И пусть умножится благодать Твоя Пусть окна небесные будут открыты над этим местом Пусть ангелы сходят и восходят И пусть благословение Твое течет рекой во имя Иисуса Христа Я молюсь Тебе, Господь, за каждую церковь новое поколение в Латвии и по всему миру Я молюсь Тебе, Господь, за каждую церковь в Риге Я прошу Тебя, благослови, Господь, благослови пасторов, благослови лидеров Благослови всех участников пробуждений, Бог мой Пусть уйдет всякое разочарование Пусть уйдет всякая депрессия Но пусть придет от Тебя радость Пусть придет от Тебя, Господь, помазание Мы молимся Тебе, Господь, и просим Тебя Пусть слава Твоя, которая на небе Пусть царство Твое, которое на небе Оно придет на эту землю Оно придет в наши сердца Во имя Иисуса Христа Молюсь Тебе за эти нужды Я прошу Тебя, пусть придет исцеление Во имя Иисуса Христа Ты сказал, что если народ мой будет молиться мне Я услышу их воп Я услышу их голос И приду, исцелю землю Прошу Тебя, исцели эту землю Исцели этот народ, Господь Исцели этот народ от депрессии Во имя Иисуса Христа Мы приносим нашей жертве Чтобы пришла победа в нашей жизни Чтобы пришла победа в нашей судьбе В нашей церкви Во имя Иисуса Христа Пусть перестанет народ уезжать из Латвии Но пусть наоборот возвращается сюда Сыны Латвии, Господь Я прошу Тебя, Господь Пусть экономическая победа придет В латвийское государство Во имя Иисуса Христа Потому что Твой народ молится об этой земле Твой народ приносит жертвы За эту землю Во имя Иисуса Христа Иисус, запрети дьяволу Покушаться на народ Твой Запрети дьяволу Уничтожать народ Твой Но пусть Расцветет эта земля И пусть принесет много плода Пусть все, что Ты пророчествовал Для Латвии оно исполнится Во имя Иисуса Христа Я разрушаю всякую немощь И всякую болезнь В народе Твоем Бог, прикоснись силой Духа Святого Пусть будет излит этот елей Елей веры Елей помазания на этот жертвенник И пусть этот дом молитвы Пусть это место будет святым местом Во имя Иисуса Христа И весь народ скажет Аминь Подарите Субтитры создавал DimaTorzok